добрый день с вами снова стрим револьвер на нашем новом канале сайта лайв меня зовут рван доброфотов еще предавтор издания не сайта и сегодня наш гость эксперт и экономист владимир милов владимир привет приветствую буквально вот за несколько дней до нашего стрима или подкасты как правильного называется у тебя вышла колонка в инсайдере где ты объясняешь что те экономить макроэкономические показатели на которые привыкли ссылаться для эксперты экономисты в том числе так bbp инфляция безработица в сегодняшних условиях условиях войны санкции вообще довольно странный государственной российской экономики не очень показатель и на самом деле ситуация в экономике хуже чем может показаться из-за довольно оптимистичных вот этих показателей по ввп и сразу но практически после вот того как твоей статьи вышла статистика которая несколько подтверждает твои слова в том числе о том что скрытая безработица в россии на самом деле достигла рекордного уровня я не помню какие там точно цифры назывались там больше 12 процентов а тогда возникает вопрос если мы не можем следить по ввп по инфляции по вот этим официальным цифрам а реальном положении не можно судить о реальном положении дел то зачем кроме вот этой узком скажу скрытой безработицы зачем мы можем наблюдать чтобы правильно измерить температуру экономической ситуации в россии да ну вот я действительно много публиковался последнее время и предлагал такую более сложную матрицу оценки последствий санкций то есть их нельзя судить по привычным нам там двум четырем четырем пяти индикатором потому что они либо манипулируемые либо как ввп не дают представление об экономических сложностей потому что там есть военные факторы то есть это временный рост военного производства который не дает никакого мультипликатора экономики то есть это грубо говоря там танки подбиты на поле боя или вот скажем самый яркий пример это у нас в промышленности самый большой рост показывает производство спецодежды ну вот мы эту спецодежду часто видим там как она валяется на ее носителях в полях украины и так далее вот поэтому есть целый набор индикаторов их много это становится чуть более сложной и занудной задачей оценивать последствия санкций кроме того еще вот ты знаешь я думаю что много статистики засекретили с начала войны мы можем об этом отдельно поговорить но есть ряд показателей которые довольно объективно позволяют судить о том что происходит ну например промышленная статистика то есть росстат дает довольно подробную отраслевую разбивку и это данные которые приходят непосредственно от отраслей то есть их как бы можно сфальсифицировать и манипулировать но чуть сложнее там принципе все равно все видно другая история это вот скрытая безработица о которой ты упомянул они дают эти цифры раз в квартал где-то в глубине большого отчета но цифры довольно ужасающие там действительно почти пять миллионов человек сидит на скрытой безработице из них 70 процентов это неоплачиваемый отпуска то есть этот само описи безработицы ничем не отличаются люди не работают и не платят вот и если сложить официальную безработицу там типа около трех миллионов человек суд неофициальный 5 то это получается больше десяти процентов российской рабочей силы у нас такая безработица была только вот несколько лет в середине конце 90-х с тех пор такого не было это очень серьезно в обрабатывающих производствах например больше двадцати пяти процентов скрыта безработица это вот и автопром и транспортное машиностроение и вот все отрасли которые зависят там от комплектующих и технологии запада ну и есть ряд еще индикаторов которые тоже они довольно объективно их трудно сфальсифицировать например грузооборот транспорта розничная торговля или не нефтегазовые доходы бюджета то есть это все налоги с экономики кроме вот нефтегазового экспорта и они все показывают очень существенное сокращение экономической активности где-то 5-10 процентов в этом диапазоне и видно что ситуация не улучшается то есть нам вот обещали что самый тяжелый был второй третий квартал а в конце года начнется восстановление но мы сейчас видим вот ростат 1 февраля опубликовал промышленную статистику что самое плохое падение промышленности за весь год более четырех процентов годового выражения и вот в декабре то есть кривая вот она так продолжает не очень быстро но заметно ухудшаться и видно что эффект санкций прогрессирует со временем в некоторых отраслях например так как фармацевтика ситуация катастрофическая они до осени даже были в плюсе из-за некоторого вот импортозамещения относительно несложного но из-за дефицита лекарственного сырья вот концу года падение усугубилась до более 30 процентов падение производства фармацевтики в годового выражения и мы вот везде видим эти новости про дефицит лекарств даже путин и обсуждал вот 23 января на совещании это прям вот одна из проблем который начинает так кусаться а я правильно понимаю что здесь есть свой мультипликатор то есть мы сначала видим падение промышленности но потом эти люди которые на самом деле сидят без работы без зарплат не придут магазин и купить свои товары то есть мы с определенным лагом во времени увидим как этот кризис переливается из промышленности затем потребительский сектор услуги и так далее то есть как бы мы мы видим сейчас только пока решено айсберг верно но с другой стороны и там было значит много вот в основном же безработицы касается производств которые завязаны во многом на выход западных компаний и они довольно долго вот людям там выплачивали какую-то зарплату хотя объявили о закрытии там и так далее те же вот автозаводы международных концернов которые работали в россии там по полгода им что-то выплачивали то есть ты прав здесь с одной стороны есть лаг но с другой стороны мы увидели довольно глубокое падение розничной торговли начиная с апреля она примерно как бы вот было такое как говорят l-шей то есть грохнулась на десять процентов в годовом выражении и не восстанавливалась то есть принципе покупки россияне стабильно делают на десять процентов меньше чем в двадцать первом году и вот это на мой взгляд отражает реальное падение покупательной способности потому что реальные доходы просто то упали не сильно типа процента на 2 но реальные доходы это расчетный показатель он считается с поправкой на их версию инфляции можем об этом отдельно поговорить но я утверждаю что инфляции у нас манипулируемая она реально выше и вот то что так сильно упали розничные продажи на мой взгляд это отражает реальное падение покупательной способности то есть типа грубо говоря процентов на 10 и там ты прав лак есть но она в принципе уже наступила и достаточно давно то есть уже во втором квартале ну вот давайте от тех людей которые может быть не очень хорошо понимают как в принципе формируется формируется бюджет и государственные деньги а сделать такой ликбез почти и для меня тоже я не небольшой эксперт соответственно как вообще государства появляются деньги это либо налоги которые собираются собственно граждан и если компаний либо это то что мы продаем зарубежность экспортные доходы прежде всего это доходы от сырья и среди прежде всего нефтегаз соответственно с налогами история отдельная но с нашими экспортными доходы здесь как раз мы видели политику западных стран о том что вот этот вот это поступление нефтедолларов которым кормился российский ввб его надо по максимуму зажать с декабря вы видели вот эти по price caps действующие на нефтегаз можно ли мы сказать что вот этот источник пополнения российской кубышки что он сильно поиссяк за последнее время да очень сильно иссяк ну так значит грубо если говорить в федеральном бюджете вот соотношение нефтегазовых доходов и налогов которые собираются остальной экономики но на так грубо говоря 50 на 50 когда весной после начала войны был резкий всплеск рост нефтяных цен то она качнулась то есть от нефти и газа мы получали больше но потом случилось следующее во первых с июля путин отключил европе газ и экспорт газа упал очень существенно то есть во втором полугодии прошлого года экспорт дальние зарубежья упал на 70 процентов а если говорить про страны евросоюза то почти на 90 процентов и вот уже он как бы по сути сам себе перекрыл огромные вот источник газовых поступлений они не вернутся то есть ты знаешь что нордстримы взорванные по украине там почти ничего не качается кроме венгрии ямал европа через беларусь и польши не работает то есть грубо говоря в экспорт в европу не не возобновится дальше соответственно вот от нефти в первом полугодии были большие дополнительные доходы и это сформировало определенный такой сюрплюс профицит бюджета временный концу года он был съеден цены кстати говоря упали и еще из-за того что российские экспортеры стали разворачивать нефтяные потоки в азию там рынок перенасыщен и там нас ждали с этими дополнительными объемами сказали будем покупать но с большим дисконтом поэтому россия сильно потеряла там вот концу года еще даже до а прайс кэпов цена нефти юрал с российской экспортной смеси опустилась ближе к 50 долларов за баррель хотя цена бренда например она была за 80 и вот сейчас действительно с декабря заработали и нефтяной эмбарго и прайс кэп я считаю что работает скорее эмбарго а прайс кэп это большой вопрос можем вот отдельно обсудить но вот оценка такая что от 150 до 200 миллионов евро в день россия теряет из-за комбинации эмбарго и ценового потолка вот только что свежие данные минфина были что в январе средняя цена нефти юралс составила менее 50 долларов за баррель и надо здесь еще сказать что поставка нефти в азию она сильно дороже по издержкам то есть это минимум 10 долларов за баррель надо прибавлять к издержкам потому что в европу танкер идет там три-четыре дня максимум а в индию например он идет не только больше месяца и надо за фрахт платить и все такое но и там он проходит через все эти батлнеки то есть босфор советский канал там датские проливы гибралтар и там большие не только риски но и по факту часто задержки из-за этого приходится демридж платить и в общем больше денег выкидывать то есть дельта такая вот цена ниже и сдержки выше бюджет получает сильно меньше денег поэтому вот они в этом году запланировали принят федеральный бюджет с дефицитом 3 триллиона рублей при цене 70 долларов за баррель если цена будет допустим 50 в среднем погоду то это еще 3 триллиона дефицита чтобы понимали зрители на 1 января у нас живых денег фонде национального благосостояния оставалось вот как раз 6 триллионов вот эти самые 3 плюс 3 поэтому я думаю что если ценовая обстановка будет вот сохраняться как часто мы попрощаемся с фондом национального благосостояния в текущем году сразу после того как мы с ним попрощаемся что происходит дальше допустим кончились деньги в фонде компенсировать из загадки к больше невозможно когда происходит что ну первое они пытаются заимствовать деньги там они все время идет такая вечная мечта про вот эти деньги населения под подушкой что-то мне разные оценки сколько триллионов у людей там на руках но они очень хотят их заманить выпуском тому и в за но у них это не очень получается грубо говоря я думаю что когда фнб будет подходить к концу они начнут активнее переходить к денежной эмиссии к кредиту центробанка правительству как мы помним вот по практике начала 90-х годов но кстати надо сказать что расходование средств фнб на финансирование дефицита бюджета она в этом плане не сильно отличается этот грубо говоря то же самое это вброс вот лишних нем неизвестно откуда взявших денег в экономику при том что вся деловая активность на минимуме подавлена и кроме как в рост цен этой денежной массе вылиться некуда об этом кстати говорила набиулина в декабре на своей большой пресс-конференции она вот прямо сказала что финансирование дефицита из фнб носит про инфляционные характеры то есть вот это самое ну это мало чем отличается от печатание денег вы просто а почему этот вопрос окончающийся кубышки нет значения поскольку вся идеология санкция была построена на том что деньги на войну должны в какой-то момент кончится и здесь есть как бы две позиции на том что да ну действительно просто путина придется искать какое-то перемирие просто потому что у него не будет возможности поддерживать дальше военные действия а другие отвечают это старым анекдотом продал как отец возвращается пьяный домой и у него же несчастный вид к нему прибегают дети папа что случилось он на говорит все меня уволили у меня больше нет зарплаты папочка значит будешь меньше папочка значит будешь меньше пить нет детей за что вы будете меньше есть вот вероятно если переложить все расходы военные на пенсионерах и обычных российских граждан да то есть сократить по возможности все расходы и снизить уровень жизни до 90-х годов то может быть и хватит денег на танки и на патрон то есть вопрос в том что кто кончится первым да кто пипу кончится российские военные или кончится российский пенсионер вот ты больше здесь какой идеологии какого прогноза придерживаешься ты знаешь это довольно сложная ситуация потому что если так прямо смотреть и путину уже сейчас не хватает сильно не хватает денег на масштабную войну и он не может это финансирование увеличить вот что я имею ввиду до начала войны годовой военный бюджет был три с половиной триллиона рублей в год его сейчас увеличили до пяти это полностью вот со всеми закрытыми статьями эта цифра известна для того чтобы ввести полномасштабную войну там со всем наступлением по всей линии фронта ну им надо триллионов 10-15 то есть два-три раза больше видно по новому бюджету на двадцать третий год что они не могут себе позволить увеличить бюджет так как путину нужно для полномасштабного ведения войны кстати поэтому когда говорят что вот сейчас россия начнет какое-то наступление там масштабные на киев и так далее она начать то может и начнет но денег на него нет и там будут еще вот все те же самые проблемы с логистикой снабжением которые мы видели но только гораздо хуже чем год назад вот поэтому уже денег на полномасштабную войну у него нет уже сейчас у него есть деньги только на введение вот такой позиционной войны с отдельными локальными наступлениями и какими-то обстрелами вот это это максимум что он может себе позволить дальше вот про бабушек и пенсионерок ты знаешь с одной стороны это так действительно этот анекдот вот отражает то есть это не я буду меньше пить а вы будете меньше есть он отражает путинское мышление но у него есть пределы то есть вот видишь если ты послушаешь любое выступление путина об экономике сейчас то она начинается с похвальбы по поводу стабилизировавшиеся инфляции то есть после апрельского пика цены чуть откатились и так условно стабилизировать хотя сейчас опять пошел рост да поверь они понимают чувствительность вот этой темы то есть если они будут наращивать финансирование армии как им нужно для введения вот реально широкомасштабной войны большого наступления то они могут отбрать только из печатного станка или очень быстрого расхода не фнб это значит инфляция будет десятки процентов и вот здесь я прям чувствую что их это волнует то есть ты видишь что они вот не объявляют там вторую волну мобилизации ног че еще не делают не закрывает youtube например их волнует общественное мнение нельзя сказать что им плевать совсем и вот я думаю что они не хотели бы добавлять ко всему этому фактор в десятки процентов инфляции который мы не видели вот с 90-х годов там понимаешь тоже не один же фактор а их же несколько который народ раздражают и кстати сюда и входит и отсутствие достаточной индексации соцвыплат то что их вот проиндексировали в новом бюджете на 12 процентов сравнение с прошлым годом ну какие 12 процентов мы видим насколько цены выросли то есть уже это все и так по факту будет в реальном минусе поэтому я думаю что они как бы будут пытаться лавировать но пережимать тоже вот им здесь опасно вот что может быть еще один фактор который будет давить на общественное мнение ты знаешь как путин трясется над своими священными рейтингами тем не менее видимо на год деньги еще есть если мы исходим из того что запад и украина хотят все таки чтобы война прекратилась рать если у запада в принципе еще какие-то рычаги не задействованы которые могут ускорить этот процесс этого колосса на огляненных ногах все-таки подрывать на быстрее и то есть какие-то в запасе санкции для российских компаний которые еще не включены либо например не просто пресс-скепс например полная эмбарго на российский газ и какие-то тысячи такие вещи которые вот где игла каще вонт ходить и что-то такое смотри во первых есть то есть там есть целый список который сейчас обсуждается например не под санкциями цветные металлы это типа 20 миллиардов долларов в год экспорта и там ну 70 процентов из этого половина алюминия еще там четверть это медь да дальше все остальное 10 миллиардов долларов это экспорт продукции русатома и топлива и технологии там и услуги и прочее такое ну например вот они осенью обсуждали запрет на экспорт алмазов это еще три миллиарда долларов бельгия заблокировала крупнейший импортер в европе российских алмазов на на полтора миллиарда то есть половину из этого количества вот там как бы во первых по сусекам есть много чего еще одна важная история которая запада напрямую не касается но он может здесь повлиять это экспорт вооружений это где-то 10-15 миллиардов долларов в год причем важно вот пока нефтяные деньги попадают военным предприятиям это как бы такая очень длинная цепочка им придется поругаться с минфином вот как в январе путин ругался с мантуровым на совещании что контрактов до сих пор нет а вот деньги от экспорта оружия идут напрямую на счета предприятий и это очень важно потому что сейчас военные предприятия все испытывают дикий голод по части кэша и для них это такой лайфлайн то есть это вот без этих экспортных денег они ну по сути дела будут испытывать фатальные трудности с оплатой текущих счетов там зарплат и так далее и здесь проблема в том что оружие покупают третьи страны не запад это индия египет алжир ирак вьетнам вот крупнейший покупатель российского оружия но с ними можно вести дипломатическую работу чтобы они эти контракты по крайней мере приостанавливали дальше еще серьезный момент что путин обходит санкции довольно успешно довольно успешно и здесь вот видно что вот это как capacity мощность западных стран по мониторингу исполнения этих санкций в таком масштабе она отсутствует например вес вообще нет своего агентства по мониторингу соблюдения исполняемости санкций вот поэтому здесь есть много что делать но я к сожалению хотел бы сказать такую грустную вещь несмотря на это все у путина будут ресурсные возможности как-то войну продолжать поэтому истощение его это не вопрос одного года надо мне кажется готовится к более длительному противостоянию у него пока будут ресурсы хотя бы даже и способом печатания денег поэтому здесь надо готовиться здесь надо не искать вот волшебный ключик а надо готовиться к длительному такому противостоянию чтобы его передавить вот в долгу у твоего резонт планирования это примерно сколько длительно процесса где-то 3 года или 5 или то есть это довольно существенно для украины я думаю что 35 лет как бы грустно это не звучало но это вот такой реалистичный горизонт который то есть не надо вот себя пугать да то есть когда мы себя начинаем пугать и говорить ах как это все растягивается то путин выигрывает значит значит его стратегия передавить и переждать она может быть успешной поэтому он себя настраивает на то что да если надо 35 лет с ним воевать значит будем воевать пока ресурсы вот у него есть то есть опять же возвращаясь к твоему анекдоту а он конечно же постарается у населения денег забрать чтобы отправить на войну поэтому пока заработают все эти ограничения на него это может быть вот не быстро надо готовиться к более длительному горизонт давай все-таки представим себе что прошло там сколько-то лет и ресурсы настолько зажаты что на население не хватает нас там может расти инфляция у нас может еще сильнее расти безработица что для российского общества вот ты джин у тебя не программа только экономические но ты участвовал в протестных движениях акциях ты как-то можешь понимать психологию людей-блокодельщик на улице с протестами вот что с твоей точки зрения для людей самое болезненное после чего они могут несмотря на все угрозы риски запугивания уголовной статьи начать себя по-настоящему протестовать ты знаешь вообще я думаю что это не экономический фактор будет я просто тоже помню восьмидесятые годы и как это было до горбачева там все ненавидели кпсс и ну грубо говоря все ругали советскую власть вот по периметру но было нельзя еще выходить вот в какой-то момент люди должны почувствовать что вот уже есть такая возможность мне кажется что это будет психологический поворот не экономический фактор я вижу же большое количество людей готовых протестовать должны начать называть путина по имени то есть вот ты помнишь когда херсон взяли в ноябре то был просто война этом пропагандистском телевидении и они ругали там всех по периметру но останавливаюсь вот буквально в миллиметре от путина от верховного главнокомандующего я думаю что это скоро начнет происходить хорошо ну здесь 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 ты говоришь скорее каких-то военных победах которые вызывают негодование российской так называемой патриотической общественности то есть понятно что если украинские войска войдут там на донбасс и в крыма что-то подобное может произойти но если посмотреть на другие случаи революции на постсоветском пространстве то в большинстве случаев люди выходили с лозунгами политическими они экономическими но на фоне очень плохой экономической ситуации прежде всего связаны с высокой безработицы да то есть что мы посмотрим оранжевую революцию в украине революцию когда приходил к власти саакашвили в грузии обе киргизские революции в принципе то что ты упомянул да вот восьмидесятые годы выходные революции восточной уроке в саму советском союзе протесты они тоже проходят происходили на фоне очень быстро улучшающиеся экономической ситуации то создается впечатление что требования людей политические но их их решимости готовность поставить сына кату происходит из-за того что если мне нечем кормить семью да ты уже больше не боишься в центре потому что тебе как бы нечего терять то есть вот если действительно в россии безработица будет 12 как сейчас и на 15 процентов а нельзя 50 это может стать таким триггером который цели безусловно смотреть здесь есть необходимые условия и достаточно то есть безусловно вот все эти экономические трудности это такая фундамент основа формирование зарождения протестных настроений кстати вот даже если вспоминать например нашу болотную и сахарова то там была большая экономическая подоплека потому что после начала вот кризиса 2008 года вы за эти три года впервые экономической ситуации ухудшилась из-за этого вот было много там протестного голосования в регионах и так далее в этом плане конечно ухудшение экономической ситуации она будет одним из факторов но о чем я говорю что это все должно сойтись в какой-то точке вот мне кажется по моей обратной связи которую я вот массово получаю из россии что люди уже готовы протестовать но они боятся действительно вот этого центра и боятся фсб боятся длительных тюремных сроков прежде всего вот чего боятся люди вот и здесь должна наступить такая ситуация когда случится что-то настолько просядет авторитет власти что они перестанут бояться кто-то выйдет первые потом кто-то еще и так далее вот я считаю что таким фактором здесь должно стать персональное упоминание массовое упоминание лично путина его политики развязаны им войны как причин проблем в публичном поле по телевизору или какими-то там известными лицами чтобы разговор об этом пошел по кухням потом всяким рабочим коллективом и так далее вот ровно восьмидесятые годы было это так то есть все были недовольны но сначала боялись это да была похожая комбинация и сильные экономические трудности и война в афганистане которая всех достала поначалу она тоже воспринималась как какая-то ограниченная операция а к середине восьмидесятых это был прям такой сильный фактор народного раздражения дакот комбинация всех этих факторов плюс какой-то процесс когда авторитет влади власти просядет и люди начнут говорить это путин все устроил на хрена нам это все кстати не знаю видел или нет очень интересное выступление русского бывшего вице-президента который прям так хорошо прошелся по и по путина в общем-то личные по всей этой так называемые спецоперации но как бы русской это как просто нафталиновый дедушка но абсолютно лояльным человеком и вот публично так заговорил мне кажется таких вещей будет становиться все больше ты должна произойти десакрализация власти которая да вы станет отмашкой людей но этот это возможно сценарий но есть же еще один субъект это собственно сами элиты которые часть из которых завязаны с путином таким образом что они потонут обязательно вместе с ним не могут расколоться на части них а это касается и олигархов и и где работающих правительстве и так далее они будут счастливы если ситуация изменится не обязательно нужна демократия и либерализм но им точно совершенно не нужна война и мы видим что санкции против российского российских олигархов они явно правда не только на то что в россии костарами шаги но это как бы намек на то что от них ждут что они станут новыми кодаковскими уедут гладить европу начнут финансировать семьи и дальше раскачивать эту лодку вот а ты считаешь существует не какой-то сценарий когда стратегия которая действительно позволила бы отколоть значительную часть лети сейчас от путина чтобы уехали на тот чувак но там я не знаю условно делебаска и и и многие другие люди под какие-то например условия со стороны запада ты знаешь я вот скептик я считаю что это последнее на что стоит рассчитывать это какой-то бунт вот этих так называемых элит они предельно запуганы предельно запуганы то есть они то вот даже в отличие от нас они видят как это вертикаль фсб работает вот каждый день они у них у всех на предприятиях сидят они над ними все время их всех слушают и так далее вот я знаю людей которые сейчас общались с чубайсом он дрожит просто как осиновый листок он просто боится и убьют вот буквально смысла вот хотя на самом деле ну чё ему терять ему уже столько лет у него большой авторитет среди многих людей в органах власти если бы он выступил открыто против войны и против путина это бы там имела большой резонанс и повлияло бы на понимание многих людей но он вот казалось бы чубайс из них самый такой потенциально отмороженный но он ужасно боится вот мне кажется это такая иллюстрация все там все эти олигархи например уехать из россии у них же много чего там аста они они не могут просто взять вот и уехать у них остается там много чего и как какие-то связанные с ними там люди активы члены семьи там и так далее то есть им надо вывозить каждому такой большой но и в ковчег такой граф цепелин или титаник там как как хотите назовите вот поэтому нет механизмов и они боятся что их достанут значит целсберецкие там какие-то где-то в любом абсолютно месте я вот когда разговариваю с людьми из этой всей сферы я первое что значит мы же дистанционно коммуницируем но я прям страх могу почувствовать вот даже не то что в голосе а прям вот по этим месседжем которые они мне строчат поэтому я считаю что там никто не готов я пока никакой готовности не вижу я думаю значит они мне кажется элиты они побегут последнее как помнишь когда был в августе 91 года путь когда уже на третий день все стало ясно и полетели значит пучистые каяться к горбачеву и ельцин готовил трансляцию заседания верховного совета а выпустили заявление помощники горбачева бокатин и примаков это было типа в 17 часов вечера на третий день когда уже все знали что путь провалился они выпустили специальное заявление что да да вот мы кстати тоже против вот я думаю что мы такого много увидим но они будут сидеть вот скорее всего до последнего но там же важно есть олигархи есть часть из которых в принципе уже живет за границей и вывезла более или менее все что можно типа там люди из группы альфа группа это будут пресловут абрамович и так далее и они сейчас тоже тихонечко сидят причем мало по санкциями да но есть опять же из общения секторами этих людей у меня складывается впечатление что они поставлены в очень дурацкие обстоятельства потому что с одной стороны понятно что уже кремль их прокал я не принципе готовы были бы перейти на публично на сторону добра но на стороне добра им говорят типа ребята вообще-то не служили ничего хорошего вот вам санкции давайте выступайте против путина мы может быть подумаем еще но но никакого механизма мы вам предлагать выход из под санкции не будет мне соответственно люди говорят что вот дайте мне заявление в котором что угодно будет написано про путина скажите сколько я должен денег пожертвовать в свой и там просто на гуманитарную помощь беженцам из украины я все подпишу все сделал пока скажите пусть будет некое правило что те люди которые это делают они походят из-под санкции могут дальше нормально жить иначе все вот это сделал а мне потом скажут а мы еще все и подумаем то есть получается что и он под баширова с петром попадает и от санкций не избавляется заво они же интернационально да зачем он тогда очень гасается все это стоит может быть стоит подать публичную кампанию сказать что вот есть есть правила игры для всех одинаково вот вы должны условно пошел как там не знаю 30 процентов своего состояния украине и должны сделать вот такое-то заявление о путина войне и тогда и тогда после санкции с вас снимается но если вы данные детей не ели до этого и там в преступлении против человечества не участвовать да то это правильно для вас работы потому что помогло бы политически с работой ну посмотри вот здесь я разговариваю тоже западными полисе мейкерами и здесь мешает вот что что уровень недоверия ко всей этой братья настолько глубокий что это не преодолеть только вот таким заходом если вы мне что-то дадите я выступлю против путина и дам денег украине они ждут наоборот превентивных шагов что ты сначала выступе то есть вот такой подход как вот тут же я не знаю фридман потому что я слышу он так вот мне говорят что мы видим что он просто хочет от купиться дать там сколько-то денег и чтобы с него сняли санкции они говорят нам такое не надо нам такое не надо нам нужна какая-то цепная реакция кроме того конкретно по фридману альфа групп там есть вот эта темная страница что они 10 лет назад получили 28 миллиардов долларов от сечина за долю в тнк бп кэшем с примерно 40 60 процентные премии к рынку сечин вообще убивает за меньшее и все это вот повезли инвестировать на запад вот эта история вызывает бы как бы то есть они могут говорить какие угодно слова но она вызывает к ним большое недоверие сечин просто так не дает 28 миллиардов кэшем с премии к рынку бп кстати за такой же пакет кэша почти не получила с ними расплатились вот этим 20 против 5 20 процентному пакетам акций которые они сейчас списали в убытке вынужден а фридману сечин дал кэш с которым он уехал на запад вот это вот такая то есть это осложняет картинку да ел там он детей не ел детей на взгляд многих получение такого непонятного кэша отсечено приравнивается к поеданию детей вот поэтому их никто не ценит от них ждут превентивных шагов то есть не вот это вот торговля типа значит давайте вы мне дайте гарантии а я вам потом они типа мы вам ничего не должны давайте вы сначала выступите сначала дайте денег украине а мы там потом подумаем потому что такая постановка вопроса была бы актуальна типа после 14 года но сейчас уже уровень недоверия ко всей вот этой российской номенклатуре олигархии настолько высокие что исключений делать никого не для кого не будут и сначала вот еще такое что вижу мне кажется вот фридман и другие они не очень это понимают что никто из западных политиков не хочет брать на себя инициативу вот первым пойти и сказать давайте снимем санкции из фридмана потому что ну и дальше там объяснение его сразу воспримут типа что это какой-то засланный казачок он пришел фридмана здесь лоббировать поэтому никто не хочет первый вот это делать и конечно первого шага ждут от них да ну здесь получается такая двусмысленная ситуация потому что одной стороны уже мало осталось при просить расистая графической тусовки людей которые не почувствовали вкус младенца какой-то момент но с другой стороны если если все эти разной степени людоеды будут продолжать обслуживать путинского власть гласно и негласно и продолжать получать деньги отсеченные куда-нибудь там где-то прятать среди своих активов то это путину поможет да то есть если даже есть возможность расколоть людоедов чуть менее кроваву и направить их на своих бывших хозяев то это достаточно серьезный ресурс я просто представляю себе что если у нас там вместо одного федорковского с его медиа добавляется еще допустим пять-шесть таких да и у каждого какие-то свои проекты и не российские и украинские я там живут большая головная боль для кримляния в конце с того согласен что никто не хочет доверять заранее и сначала снимать санкции да но ведь нет же даже и такого изъявления что мы ждем от вас вот таких мер после которых мы подумаем снимать санкции или нет то есть им в принципе не дают никакого сколько даже в силу когда разговаривают это посылает месседж российских солдатам адвизованных вот вы поднимаете руки вы идете след за дроном и потом вы останетесь живы и мы обещаем вас там не обменивать и так далее даже 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 самим солдатам предлагают возможность как-то сдаться а у олигархов получается такого пути вообще нет ну вот смотри вот и кстати это важный момент товарищи олигархи если вы смотрите нас слушайте меня внимательно а ты ты прав что у нас мало кого осталось кто не ел младенцев это следствие того что ситуация в россии зашла слишком далеко то есть мы вот там если бы условно этот вопрос стоял на 10 лет назад многие были бы еще и не так замазаны но все они терпели вот это все больше 20 лет это превратилось в реальный людоедский режим поэтому с ним даже стоять рядом стало токсично и на тебе появляются всякие темные пятна и что-то такое твердое вырастает вот на голове вот что здесь ты знаешь разговоров этих много про раскол элит что здесь важно понимать что инвестиции запада в раскол элит в россии на мой взгляд пойдут увеличиваться лавинообразно если они увидят что этот раскол элит возможен потому что пока это все гипотетический разговор гипотетический к сожалению то есть вот твоя обстановка вопроса правильная и я согласен надо бы работать на раскол элит но вот заранее такой создавая механизм еще до того как они что-то сделали уже начать им обещать отмену санкции рано мы не в этой стадии вот если они начнут там один выступит прямо вот не как тиньков да а так по-настоящему деятельно выступит начнет участвовать в сопротивлении 2 выступит 3 выступит вот когда это произойдет тогда соответственно и в евросоюзе и в америке полисе мейкеры начнут это обсуждать и скажут ведь это уже явление мы должны инвестировать в то чтобы его расширить она приносит пользу пока этого явления нет то тут начинается вот этот есть ли жизнь на марсе там нет ли жизни на марсе наука не знает точного ответа поэтому вот вот пока мы не видим реальных примеров это воспринимается как такой значит венчурный стартап может будет а может нет 50 на 50 как в анекдоте про блондинку и динозавра я думаю что вот этот разговор станет серьезнее и основательные в западных столицах если они пойдут и начнут это делать поэтому я на месте того же фридмана но не пытался что-то сейчас выторгивать ну не та обстановка для этого а прям сделал бы искал ладно я готов потерять но я принципиально вот хочу выступить против путина помочь украине выступить против войны вот это окупится на мой взгляд это риск да но такое поведение окупится пока он этого не делает а пытается закулисно вот говорить а давайте вы мне дайте что-то тогда я но на него так вот и смотрят соответствующим образом и в массовый раскол элит пока никто не верит мне кажется диспозицию пока одна из проблем последней что хотел бы обсудить так на самый глобальная тема которая касается а в том числе и того почему российские олигархи а в такой растерянности сейчас но это и касается и российских чиновников и самих пропагандистов это ощущение непредсказуемости связаны в значительной степени с тем что все эти люди не понимают что сам путин то вообще-то на самом деле хочет естественно тот же вопрос интересует и западных аналитиков и самая популярная тема колонок в американских изданиях это а что на самом деле думает путин все вот сидят пытаются угадать потому что ну как его не был там психопатом а он психопат довольно рациональный да то есть яма есть в голове какой-то план которым тщательно продумывает может не стратегическим хотя бы тактически вот только угадать его сложно я как виду на политических топ-шоу на российских телеканалов много раз такую ситуацию когда там условно скобила начинается одним из ее гостей просто спорить о том а вообще что мы хотим вообще в украине то есть они сами между собой не определились то есть заполи захватить всю страну то ли просто отчасти и восточного признать россии и вот как бы куда ли он леди на дефицит все остальное я не я сам естественно тоже не не знаю что обычно в голове но если у тебя в принципе представление какой в целом у кремля сейчас глобальный стратегический план на будущее и и насколько если план вообще есть насколько он в банку риск какой-то сценарий что например они отжимают там еще какую-то часть территории и замораживают допустим этот конфликт и все вот это наша территория вы спасли мы сейчас с акцией и вот на этом например конфликт заканчивается возможно такое ну есть представление я хотел бы коротко закончить тему про олигархов как переходный мостик к этому мне кажется здесь важно понимать вот почему олигархи так себя ведут потому что последовательно начиная с кризиса 2008 года когда они все очень пострадали и выстроились за помощью к папочке путину и к ему стоп-фонду да потом продолжая санкциями 14 года когда был по ним новый удар и путин снова их спасал они утратили ту экономическую самостоятельность которая у них была вот в начале нулевых годов то есть путин может бизнес каждого из них разрушить в течение 24 часов и даже быстрее и они будут не олигархи а никто а еще они вот прекрасно понимают что он еще с новичком бегает за всеми по всему миру и вот спокойно жить они не смогут поэтому конечно у них есть этот барьер и это вот еще раз объясняет как бы гипертрофированное всевластие путина и то что эти разговоры про какую-то сильную элиту это преувеличение у нас действительно такая вот реально абсолютистская такая вот ситуация когда у нас нет по классике там правителя элит и как они выстраивают взаимоотношения а у нас есть такой один большой вот динозавр в комнате и все остальные такие типа мыши вокруг него вот и это как раз объясняет нынешний политический курс то есть он гипертрофированно определяется путиным и ближайшим окружением как вот марк галиотти сказал путинизм патрушевизм а что они хотят по моему это довольно просто и это все описал слава никонов которую ты прекрасно знаешь внук молотова он много раз в например журнале россии в глобальной политике федя лукьянова писал такую статью назад концерту имею ввиду концерт держав 19 века то есть путин хочет пересмотреть миропорядок от каких-то правовых норм там и так далее к праву сильного might make right есть набор сильных держав они между собой договариваются где чья зона влияния он жить не скрывал он кричал об этом больше двадцати лет я хочу зона влияния он сейчас так и говорит вы пытаетесь уничтожить мой суверенитет потому что я понимаю свою суверенитет как зона влияния вот делать вот вокруг себя в своем соседском окружении все че я хочу и иметь вот эту вот проекцию своего доминирования там и так далее и тот же слава никонов он открыто все время говорит а почему вы к саудовской аравии так не относитесь там же и прав человека нет и людей казнят и в йемене там и по периметру они творят чего хотят они у вас союзники и вы их не трогайте почему у нас то вот гнобите они они искренне вот это дело не понимают они хотят стать одной из таких авторитарных держав с проекцией своего влияния там куда дотянутся их кослявой ручонки и чтобы запад это признал вот они за это как бы бьются как это тактически будет разворачиваться это мы посмотрим но что здесь важно вот что мне кажется определяет сознание путина это ключевой фактор он за время своего правления видел постоянную массовую ротацию вот этих лидеров был вчера клинтон там потом стал буш потом стал обама потом трамп потом байден потом двадцать четвертом может еще кто-то будет там был блэр стал браун стал кэмерон где они сейчас все там и так далее он считает что он всех пересидит и вот это вот как бы новый миропорядок основанный на праве сильного который расписывается как концерт вот крупными державами центрами силы они какими-то там как говорят rule based order демократическими правилами эта война за передел миропорядка в его видение и он пытается сколотить коалицию союзников там из китая других автократических держав для противостояния вот этому западному демократическому миропорядку вот мне кажется это война за это в общем-то это читается и в его выступлениях и вот во всяких этих статейках и рассуждениях вот этих его клевретов которых был довольно много за последние годы мне кажется вот логика она там вот такая да ну вот этим нужная фантазия о мировом концерте они возможно его преследуют довольно давно но сейчас понятно особенно после полномасштабного вторжения что всерьез никто из западных стран а обсуждать с путиным вот такой миропорядок и собирается более того среди сильных азиатских держав тоже явно всерьез а никто какой-то новый священный союз с россией заключать не будет это точно не будет ни китай ни индия и сейчас собственно кроме ирана и северной кореи именно ходит и войны мы не увидели никаких настоящих союзников кто там а кто оружие помогает поставлять кроме на на и северной кореи никто за россию не вписался это явно не тот восхищенный союз на которые путин своих фантазиях расчет тогда тогда получается что либо пусть это он продолжает отрицать действительность что бывает тоже с психопатами конечно но у меня есть ощущение что он догадывается уже что вот этой части он точно не добьется тогда вопрос а она на практике вот зачем он продолжает войну до какой точки да он будет ее ввести просто пока не сочетаются вообще все ресурсы и россии не будет разгромлено или например опять же есть сценарий при котором они откусят часть украины и пытаются заморозить этот конфликт и сказать все мы все инфицировали наши цели достигнут а в альганистане мы выводим войска ну смотри он верит в две вещи первое в слабость западной демократии то есть вот мы с тобой рассуждаем о западе как о силе вот путин так на это не смотрит он считает что у них есть фундаментальная слабость сменяемость лидеров у тебя пять каких-то секретных документов нашли в твоей резиденции и ты все уже значит и там под под лупой под микроскопом и так далее еще раз говорю что он видел постоянную ротацию этих лидеров он не воспринимает их всерьез он считает что он всех их пересидит и он очень рассчитывает на приход вот этого какого-то нового более циничного поколения там трампа ли пен или кого-то еще да у него здесь много иллюзий с одной стороны с другой стороны поскольку он фсбшник и верит в эти красные папочки культуру секретных донесений он и про многих мейнстримных политиков знает много чего такого что он фундаментально считает что вся эта западная демократия фасад а там поскребеет там вся такая же коррупция они такие все циничные сволочи поэтому первый он здесь он искренне считает что у него превосходство второй момент он верит свое ресурсное превосходство то есть у него неограниченная живая сила да там есть проблема общественное мнение но он может находить сотни тысяч мужиков там чтобы туда бросать он не так сдерживается общественным мнением как страны запада где они все время на эти опросы с замиранием сердца смотрят то ли значит народ поддерживает передачу леопардов украине то ли не поддерживает проблемы нет дальше у него там все таки еще есть много нефти газа и он хоть дешевле но может их экспортировать он сильный игрок на рынке продовольствия у него как бы все в порядке условно с вот этой частью с железюками то есть есть металлургия она может поставляться на военные заводы они могут производить оружие и боеприпасы он считает что два фактора слабость западной демократии и его ресурсное превосходство пока что вот помогут ему пересидеть переждать и додавить каким-то образом украин мы не знаем каким и поэтому я думаю что то чего мы здесь начинали что если вот упорно работать на его истощение то через какое-то время он поймет что он проиграл он никаких целей достичь не может никакая коалиция антизападная там не сформирована в поддержку вот этой его войны поэтому фактор это время пока он еще считает что он может взять реванш вот все его действия мне кажется это показывает поэтому терпение к сожалению но моральная и ресурсная готовность к долгому конфликту пересидеть передавить его то есть если запад реально сильнее а я убежден что это так то это проявится вот на более длинном интервале понимающие все хотят чтобы это быстро закончилось но путин вот пока считает иначе хорошо вы есть и рассматривать все возможные сценарии выбрать из них такой самый вероятный пусть даже там я не говорю то что он вероятность этом должна быть там больше не меньше 50 процентов вопрос из всех интуитивных вероятных сценариев окончания войны вот как конкретно ты бы могут предсказать последовательность событий результате которого война заканчивается и объявляться фермии вот что происходит процессе для последовательности событий и первое я думаю что украина вернет себе значительную часть оккупированных территорий хотя не все например вот береговую южную часть крыма им взять будет сложно потому что горы это города на море штурм там с вот этой морской высадкой это вообще очень редкая штука по мировым меркам очень сложная то есть они так легко взять юг крыма не смогут дальше вот укрепленная часть донбасса которая была под контролем путина вот уже последние 9 лет тоже будет сложно это взять но они сильно продвинутся будут военные поражения будет видно что даже вот эта новая мобилизованная сила не в состоянии все это удерживать что у путина нет ресурсов для нового большого наступления это станет ясно что их просто нет у него начнутся проблемы дома все будет еще хуже и хуже с экономикой люди начнут называть его по имени в том числе по телевизору пойдет по деревне слух что значит там что николай с ума сошел до что у нас что-то не то с высшим руководством это не проблема каких-то плохих генералов или министров а это вот путин завел нас в тупик вот совокупность всего этого дела вынудит его как-то отступить я думаю что конечно это все идет к заморозке конфликта вот над над тех вот небольших территориях которые останутся оккупированными но здесь надо вот смотреть насколько серьезно удастся путину нести ущерб чем более серьезно тем больше вероятность что это не будет замороженный конфликт на несколько десятилетий с продолжением оккупации а там пойдут реальные переговоры по передачу всего этого дела обратно выводу российских войск и тому что очень раненый зверь будет вынужден как бы вернуться свою берлогу поэтому надо сейчас наносить ему по всем фронтам максимальный ущерб и на поле боя украинской армии и санкциями и внутри менять общественное мнение чтобы люди начали громче говорить что путин уже достал и все это пора заканчивать да но все что ты описываешь мощно кода поступления украины и изменил как бы прекращение этого заговора заговором молчания в российских сми это в принципе может произойти до экономического истощения россии то может произойти в технических следующих группы значит это что ты принципе видишь сценарий окончания войны возможным даже так ближайшие 12 месяцев очень очень бы хотелось я скажу так я вижу возможность для больших прорывов в этом направлении в двадцать третьем году то есть я например думаю что будут протесты масштабные я думаю что будет упоминание путина по имени в открытую на самых разных уровнях как виновника вот этого тупика в который он а россию привел я думаю что будет очень серьезные прорывы украины на фронте и возврат территории захлебнувшиеся там попытка наступления россии там успешное украинское контрнаступление и так далее то есть вот 2003 будет годом ярких событий хорошего такого продвижения в эту сторону насколько у путина изменится понимание ситуации в его башке мы не можем это прогнозировать но я уверен что события 23 года сдвинуть ситуацию в эту сторону поэтому вот как говорится надо быть оптимистом но готовится к в том числе разным сценариям думаю вот так можно его победить ну что это прекрасно оптимистичная нота для завершения нашего сегодняшнего стрима спасибо большое владимиру это был очень револьвер на канале дейсайдер life по не забывайте подписываться на наш канал в надеемся что это не последнее интересное и познавательное интервью на нашем канале спасибо